Девушки отдыхают Девушки отдыхают Пускай талантливый человек талантлив во всем, даже в искусстве ремонта, он все же стал популярным исполнителем, аранжировщиком и композитором. Встречайте, Саша Немо и его доченька Анна. Привет, друзья! Привет, Леночка! Привет! Ну что, кто в вашей семье готовит? Все по чуть-чуть. Все по чуть-чуть. А что любите готовить? Самое любимое блюдо. У нас, по-моему, все так, как в вашей программе. Что есть, то из того и готовим. Из того и готовим. Хорошо. Но у нас сегодня не только вы, у нас есть еще одни известные гости. Мы их и сейчас пригласим. Его на время взяли в коллектив. Да так и оставили. В составе группы «Ти не толкай» он выступал на дне рождения английского лорда. Встречайте, Кирилл Клишевич, его замечательная супруга Света и прекрасная доченька Ксюшенька. Привет! Дай мне знак, ошпите мой путь, дай мне знак. Дороги не уснут на мгновение. Лишь к себе прижми и пока я жив. Я выбираю жизнь. Я выбираю жизнь. Я выбираю жизнь. Очень рада вас здесь видеть. Правда, рада. Очень взаимно вы нашли время, что вы, несмотря на плотный гастрольный график, к нам заглянули. В общем, я сейчас расскажу коротко о наших правилах. Они на самом деле очень простые. Такие же, как наши продукты. Вам дается совершенно простой набор продуктов. Сегодня это говядина, пекинская капуста, лапша, грибы, которые будут шампиньоны. И спаржевая фасоль. Беда. Да. Почему беда? Я не люблю спаржевую фасоль. Но у нас сегодня такие продукты, поэтому мы будем что-то готовить из них. Мы действительно вам даем только продукты, а вот рецепт уже придумывайте вы по ходу. Это будет ваша импровизация. Конечно, нам бы хотелось, чтобы вам к этим продуктам чего-то не хватило. То есть вашим блюдам добавился какой-то дополнительный ингредиент. Почему? Потому что нам нужна не только еда, нам нужно еще и зрелище. Это как в жизни. Вроде все хорошо, но чего-то всегда не хватает. И поэтому, если вам чего-то будет не хватать, у вас есть я и наш волшебный холодильник. Да, где есть абсолютно все. Вот, и это все вы, конечно же, можете заработать. Поможешь родителям заработать? Конечно, поможем. В конце программы к нам придет один из лучших шеф-поваров столицы, шеф-повар Артем Ракетский. Он продегустирует ваше блюдо и... Разнесел свой прах. Кто знает, а может быть, ваше сегодняшнее блюдо будет коронным потом блюдом вашей семьи. Поэтому я уже с нетерпением просто жду, когда мы подойдем к кухне. Пойдем? Пойдем. Пойдем. Пошли. Так, Саша, Аня, это ваши продукты. Вот говядина. Я думаю, что все продукты понятные. Что будем готовить мы? Ну вот из этих продуктов, которые вы видите. Решили вот уже? Да, в принципе, мы особо не готовились. И весь список мы вот по-честному увидели. Это очень интересно. Именно сейчас говядину я в жизни никогда не готовил, но иногда смотрю кулинарные шоу. Принцип приготовления каких-то продуктов я знаю и понимаю. Поэтому, скорее всего, мы говядинку чуть-чуть пожарим, обжарим и сделаем грибной соус. Нам не хватает сливок. Спаржевую фасоль мы тоже немножечко обжарим. Капуста у нас пойдет как украшение. С этим понятно, что сделать. Да, конечно. И, собственно, наверное, будет у нас лапша с такой молочной говядиной с немножечко грибным оттенком. Вот если бы я впервые тоже столкнулась бы, как вот прямо на этом месте была, я бы, наверное, столько бы не придумала. Вот за минуту. В общем, хорошо, я вас оставляю. Спасибо. Начинайте готовить. Если что, вы что-то у меня спрашиваете, я пойду посмотрю, что там. Хорошо. Так, друзья, значит, что готовить будем мы? Так, главный кулинарный вопрос. А, в нашей семье готовлю я. Света, готовишь ты в семье, да? Нет, у меня есть одно макаронное блюдо. Макароны по-флотски. Вот это мой максимум. То есть по-флотски сегодня не получится? Ну, да. Почти. Могу еще песочное печенье, так что это тоже не просто так. О, это же замечательно. Но это вот всего лишь, на этом список заканчивается. Да, Ксюша вот подсказывает мне, что она тоже умеет готовить, потому что она уже сама может делать салатик, да? Какая молодец. А может, Ксюша, ты как раз у нас и сделаешь свой салатик от Ксении, от дочки Ксении. Мы ей доверим как раз готовку салата, она будет помогать нам резать. Прекрасно. Так, ребят, значит, мы, что мы, Светочка, будем? Так, мы будем салатик от Ксюши. Да, у нас будет салат от Ксюши. И также у нас будет говядина с лапшой, с шампиньонами. Это логично, это набор продуктов ты вычисляешь. Это я в голове придумаю, в фольге, запеченной в духовке. Хорошо. Формируемой в духовку. Вот в данный момент, нужен вам какой-то сейчас дополнительный ингредиент? Да, нам очень нужен ингредиент киви нам нужен. Киви. Прямо сейчас? Прямо сейчас, потому что говядина очень любит киви, и поэтому, чтобы говядина стала мягкой, буквально за 5 минут, 5-7 минут, то нужно обмазать это все дело киви. Вы знаете, что киви, да-да-да, киви нам надо заработать, Кирилл. У нас есть. Ой, у нас есть кто-то будет зарабатывать киви. Да, киви. Ксюша, надо заработать киви. Надо заработать киви. Надо танцевать. Киви, да. Заработаешь? Все. Прямо сейчас, да, да, мы зарабатываем на киви. Давай, спускайся. Да, спускаемся. Поможешь маме с папой? Давай. Супер. Ой, ушла далеко. Ксюша, супер, молодец. Умница. Ксюша, смотри, что ты заработала сейчас. Только что для своей семьи. Бери все. Вы начинаете тогда готовить. Я посмотрю, что происходит у Саши и у Ани. Ну, сейчас мы обжарим мясо, так конкретно, на очень сильном огне, чтобы его запечатать, и на время мы его поставим в стороночку. Саша, а вообще есть время на готовку? Я знаю, что ты очень много работаешь, ну, очень много. С питанием в последнее время стало все проще, поскольку активно занимаюсь спортом. И для того, чтобы поддерживать хорошую форму, много есть особо, там, разных, много овощей нужно, белки, протеины и так далее, и так далее. Ты просто каким-то правилам следуешь, и все. А раньше хотелось чего-то вкусненького, каких-то изящих. То есть сейчас ты это себе не позволяешь? Ну, я на самом деле много двигаюсь, поэтому могу, в принципе, позволять, но как-то психологически останавливает себя то, что тот или иной продукт, он не очень полезный, поэтому ты этого не ешь. Аня, а ты сладкое ешь? А я, поскольку занимаюсь танцами, пытаюсь тоже питаться как-то просто и... Правильно. Ну, в то же время правильно. Поэтому делаю себе какие-нибудь, может, каши, допустим, с фруктами, либо ягодами. А какая любимая каша? Овсяная. Овсяная, да? Овсяная. Какой правильный ребенок у нас. Нет, это правда. Других не заставить есть овся. Да, кашу, вот кто-то вообще не любит каши, а вот это прекрасно. Как часто вы едите говядину, например? Ну, я очень редко ем говядину, фактически не ем. И готовлю, на самом деле, впервые. Впервые говядину? Да. Ну, у нас очень многие что-то делали впервые. У нас серьезно раскалена сковородка. Да, так что аккуратно. Я побольше залил. Можно забрасывать мясо. Это можно очень быстро взять, доченька, большую тарелку дай мне и положить туда на... А я посмотрю, что здесь происходит, потому что здесь уже... Вот это моя. Ну, просто мамина помощница. Процесс... Он в муках, но идет. Нормально. А я давай рядышком здесь помогу ей, да. Это даже очень интересно наблюдать, когда ребенок впервые начинает готовить. А в каком возрасте начала Света ты готовить? Я начала готовить очень поздно. Говорю, когда вышла замуж, вот тогда она и начала готовить. Не надо, чуть раньше. В лет 17, наверное, я плотно занялась готовкой, когда мне было нечего делать, потому что была после операции на колено. А так уже, ну, плотно, да, уже, наверное, после замужества. Я услышала операция на колено. Да. Я знаю, что вообще вас объединил канал Беларусь-1. Соединил. Было такое множество. Я, между прочим, свидетель. Там присутствовал. Да, да, да. Соединение, да. Расскажи. Есть такое, да. Это очень интересно. Света, ну, Света, ну, Света мастер спорта по спортивным и балерным танцам, то есть она профессионал в этом деле. Да, ну, в общем, я желаю этим делом, пока вот в какой-то момент мне не запретили танцевать уже окончательно. Из-за травмы. Так сложилось, две операции на колено, после второй сказали, хотите хромать, танцуйте, не хотите, прекращайте. Не хотите идти на проект «Звездные танцы». На самом деле, может быть, не пошла бы на «Звездные танцы», если бы не было такого мини-перерывчика, где нельзя было сильно нагружать себя. Вот там нас в пару поставили, мы потанцевали, и так в ритме вальса докружились до ЗАГСа. Да, да, прекрасно. Это очень хорошо. До сих пор танцуем. Это прекрасно. Так, значит, мы режем салат от Сюши. Так, Света, ты мне не дала задачу. Вы начинаете готовить шампиньоны на лепесточке. Лепесточками такие вот, да. А здесь уже просто шипело, покорчало. Ну, на самом деле, вы не этот, не думайте, что если шипит и чем-то пахнет, что это будет хорошо и вкусно. Почему? Вот мне почему-то кажется, что все равно в первый раз, когда готовишь какое-то блюдо, оно должно получиться. Самое главное в любом процессе – это порядок. То есть творческий беспорядок – это не про тебя? Самое идеально обустроенное место вот в моей жизни, в моем пространстве – это моя студия, потому что я там фактически один всегда нахожусь. И я просто должен, вот в этом плане, должен знать, что, где у меня лежит. Саш, я слышала, что ты талантливый аранжировщик. Я даже слышала твою песню совсем недавно. Я озвучивала детские игрушки. Ты озвучиваешь детские игрушки? То-то я смотрю, у нас как у кого-то детский утренек прям начался сегодня с самого начала. Да, ну есть такой момент, когда все мы немного дети и, в принципе, все мы в этом с дятинства. И иногда аниматоры, да? Мне нужны сливки, а их у нас нет. А, вот, правильно, надо говорить, что нужно сливки. И что нам нужно делать? Надо петь, танцевать. Там у нас в кустах гитара, как на детском утреннике. Хорошо, дочь, пока разберись вот с этим вот прибором, поставь водичку, чтобы она потихонечку закипала. А мы будем зарабатывать на сливке. Я с удовольствием исполню песню под названием «Мы так похожи». Одна из любимых песен моей супруги, которую я ей посвятил. А я ей посвятил фактически все свои песни. Поехали. Ты одна и навсегда, ты одна-то именно. Ты одна играешь эту роль, ты одна узнаешь мой пароль. Твои чувства миражи, да я знаю, это жизнь. Убегают этажи, глубже дыши. Льется музыка где-то внутри меня, под кожей. Ты же знаешь, что мы, мы так похожи. Ты любишь дождь, я люблю тоже. Капли дождя в наших руках так же похожи. Мы так похожи. Ты любишь то, что я люблю тоже. Мы так похожи. Мы так похожи. Мы так похожи. Мы так похожи. Спасибо за сливки. Да. Спасибо. Спасибо за песню. Спасибо. Я бы хотела, конечно, чтобы как можно больше вам понадобилось ингредиентов. Я прям заслушалась и хотела внести в кадр сливки. И, Аня, ты просто прекрасно танцуешь. Спасибо. Анечка занимается у нас танцами, а до этого она занималась долго художественной гимнастикой. И была в своей возрастной категории в групповых упражнениях неоднократной чемпионкой Беларуси. Прекрасно. Аплодисменты, Анечка. И она такая же скромная, как и папа. Песни для детей. Как часто пишешь? С некоторой периодичностью. Их достаточно много уже написал. И сейчас сработаю над очередной детской песней. Тут главное не ребенку угодить, а родителям. Ну да, чтобы... Нет, на самом деле дети в разной степени талантливые приходят. Ну, то есть по уровню мастерства. Они все растут со временем, но тем не менее подстраиваешься. Но тут очень прикольно в том, что из детей можно вылепить все, что угодно. А вот главный слушатель Аня детских песен? Нет. Она слушает то, что я уже давно не понимаю. Понимаете? Ну, я знаю, что сейчас немножко дети другие. Я тоже это ощущаю. Ну, ты папины песни слушаешь вообще? Очень редко. Да, ну вот сейчас... И очень правильно. Прекрасно танцевала. Я была просто уверена, что ты эту песню уже слышала не раз. Ой, ну да. Так, вы готовьте тогда ваш соус. Гребнов, да. А я посмотрю, что происходит на нашей кухне. Светка. Понемножку уничтожаются продукты. Да, у нас есть капусточка. Вкусно? Мужки взять. Которую ты заработала. Вот мы только что говорили о том, как дети поют. А я знаю, что вы еще учите детей танцевать. Да. Да. Ксюха подрастала, подрастала. И как-то мы поняли, что она очень хорошо двигается. Вот мы вместо того, чтобы, как все нормальные, наверное, родители найти какой-то кружок уже существующий, мы решили, что нет, мы не ищем легких путей. И мы решили сделать свою студию, у нас студия танцев и фитнеса. И со скольки лет туда могут приходить дети? Уже с трех лет туда могут приходить дети. У нас есть гимнастика, художественная и танцы. У нас есть разные направления для детей и для взрослых. Художественная гимнастика, современные танцы. Я закидываю спаржи. Художественная гимнастика, современные танцы, закидываю спаржи. А вот вас, Светочка, как хореографа, не привлекала группа «Тим не толкаешь», чтобы вы поставили, например, хореографический каменьку. Один раз было. Я думаю, что на нас посмотреть, и как-то мы и танцоры, это, по-моему, совсем я еще не совместила. Нет, я бы сделала вам танец какой-нибудь интересный. В пачках, да? Можно, можно. А, нет, один раз было, мы просто были подтанцовкой. Нет, Кирилл, извините, ребята, как раз-таки ты единственный участник группы «Тим не толкаешь». Ну вот оно ж так и случилось. Которым еще, может, где-то как-то... Есть шанс. Ча-чарс, два, три, ча-чарс. Да, я знаю, что у вас был концерт «20-летие». А как вы готовились? Огромная цифра. Да, 20 лет, 20 лет. Вроде вот только мы начинали, это был гараж, съемный с видом на московское кладбище в Минске. Да, вот так все красиво и мрачно. А сейчас 20 лет. Да, 20 лет. Много новых песен? Да, конечно, мы делали. Извиняюсь, соль, пожалуйста, чуть-чуть добавь. Да, вот так вот, соль. Будет тоже сомневаться еще. Большой концерт был с симфоническим оркестром. То есть не просто так, это мы еще пошли на такой эксперимент. Не просто стандартный коллектив музыкантов. Ну, как бы гитара ударная там. А именно с оркестром, очень интересный опыт. Ну и вроде все прошло отлично, мы очень довольны. Ну и продолжаем сейчас тур, который юбилейный. Вот мы по городам катаемся нашей страны. Мы отмечаем, так сказать, со зрителем. Со зрителем. Наши 20 лет. У вас... И иногда пересекаются с Сашей Немой. Но не без этого. Да, и даже на кухне пересеклись. Так, киви... Киви, специи для мяса. И соль. Перец по желанию. Ну, то есть это каждому по вкусу. Все, давайте... Это остается мариноваться. Да, мариноти. А у нас, как всегда... Мы решили симпровизировать. Прекрасно. У нас грибочки уже так подвяли, как положено им должно быть. И мы сейчас спаржевую фасоль просто обжарим. И пока отложим в стороночку, она будет в гарнире. Вместе с лапшой будет еще и фасоль. Я это видел. Так делают иногда. Значит, мы выгружаем. Нет, пока ее выгрузим, да. В твоей творческой мастерской, вот я слышала, что ты проводишь постоянно, практически все время. А что ты сейчас, вот над чем работаешь, что творишь? Сейчас я, ну, фактически закончил. Это как песню закончить, это как ремонт, понимаешь? Вроде бы все классно, все готово. И вот думаешь, нет, что-нибудь еще не хватает. Фактически завершена работа над песней под названием... Ну-ка, дай я попробую, кстати. Ерунда, но пойдет. Под названием «Все, что угодно». Это песня о том, что наши отцы, то есть мы для своих детей, сделают все, что угодно. Я с тобой с удовольствием. Фактически это посвящение моим дочерям. У тебя их две? Две. Анечка старшая. У нас еще Маруся, она, собственно, сейчас с мамой, поэтому на кулинарное шоу мама сегодня наша не явилась. Причина уважительная. Да, конечно, уважительная. А Марусе сколько лет? Марусе скоро 7. А вот она ест все тоже, вот тоже она любит так же овсяную кашу с голубикой? Или Маруся что-то ест? Маруся у нас гурман. Гурман. Что ест Маруся? Конфеты. Конфеты. Большое количество. Да. А ты конфеты любишь? Ну, стараюсь не есть. А, да. Я, если честно, ела конфеты, мне кажется, постоянно. Вот. А у нас варится лапша. Да ладно? Да ладно. Ну что, не видно, что по мне? Что я ем конфеты? Так, мы... Мы забросили лапшу. Да, лапшу забросили. Давай чуть поменьше. Давай, если надо. Да, поменьше. Знаю, что ты неплохо делаешь вообще ремонты. Ну, это где-то просочилось каким-то образом в какие-то интервью и СМИ. Да, наша вот квартира, наша первая собственная квартира, ну, на процентов 80 ремонт в этой квартире сделан моими руками. Ну, я вот что-то высматривал в интернете, что-то вот как бы делал, но я же сын строителя. Вот с этого надо начинать. Поэтому это гены. Да, и у меня вроде неплохо получается. Я вообще люблю работать руками, потому что на сцене я работаю всем телом. А вот что касается вот там где-то в огороде у тещи, где-то что-то с тестем яму выкопать, потом закопать, потом опять выкопать. Что-то такое вот мне все нравится. Я с удовольствием это делаю. Это прекрасно, когда мужчина многое умеет. Это прекрасно, когда есть возможность сменить обстановку. Да. И это прекрасно, когда ваш сливочный соус начинает густеть. Это тоже очень хорошо. Я бы сюда, может быть, конечно, может, еще чуть-чуть муки добавил, но вот я не знаю. Вот я хотела спросить, неужели, может быть, что-то нужно? Да, давай мы немножечко... Муки, муки, но муку надо заработать. Да, вот я и хотела... Давай я пока поставлю на очередь. Муку надо заработать. Я не могу понять, вот Кирилл у нас тоже играет на гитаре, поет. А ему, понимаешь ли, все там, у него все есть. А он лук вообще так просто. Не переводи стрелочки. А мы сейчас спросим. Я смотрю, у них в два раза больше ингредиентов, но при этом при всем они не поют, не танцуют. Разве у них в два раза больше? А что у них? Одинаково все было. Нет, все одинаково, все одинаково. Нам нужна мука, быстренько, сейчас мы на муку заработаем. Я потиху, потихонечку, эх, положу себя на полочку. И помалу, помаленечку, отклещу дубовым венечком. О, прочь, уйдет тоска зеленая, и скажу определенная. И если правильно попариться, смогут и дела поправиться. Супер! Муку на всех заработает. А можно, значит, нам сразу кукурузку? Кукурузку дни. А вот вам гитара, будет кукуруза. Да, вот сейчас будет кукуруза. Ну, я кусочек сыграю, да? Конечно, и заработаем на кукурузу. Давайте попробуем. А это мы еще посмотрим, заработает, наверное. Кто бы мне сказал в письме или словом, Отчего печаль присуща коровам? Да отчего лежит она, в поле не скачет? Отчего мычит она, будто плачет? Да отчего корове той веселиться? Ведь удой плохой, и надо делиться. А если кормят их бедняк, только сеном. А если что не так, так по спине, поленом. Молодец! Молодец! Кукуруза ваша. Добыльчик в семье. Да, вот. Да, добыльчик. Есть польза таки от моего этого 20-летнего бренчания на гитаре. И действительно, вот корова, говядина, это все очень символично. А кукуруза у нас понадобится для чего? Для салата. Для салата? Спаржевая фасоль. Конечно, спаржевая фасоль лучше после того, как отварили. Оно уже отваримое, да? На дуршлаг, да, и холодной водой, тогда она зелененькая такая. Ну вот у нас она будет тускло-зелененькая. Да, тускло-зелененькая, ну понятно. Ну и посолить, естественно, и оливковым маслом заправить. Так, и это будет такой салатик. Хорошо, вот и поэтому кукуруза. У нас уже почти все есть. Вкусно, Ксюш, вкусно. Видишь, какая ты молодец. Маменькая молодца. Да, у нас все меньше и меньше ингредиентов, из чего делать. Откуда у тебя такая корона? Кто тебе ее купил? Папа, что вы говорите? О, видишь, прям так красиво, все ярко. Вообще, нравится? Она у нас модится, да. Да, она любит очень. Что-то... Ох! Ах ты вредитель! Кто на стыле? Нет, он хотел соли, надо засыпать туда. Нет, нет, нет. В своем случае. Так, а у вас что уже, все готово, что вы тут? А мы голодные. А голодные. Ну ничего, сейчас пообедаем. Ой, как вкусно. Думаешь? Мне нравится запах. Мне нравится запах, да. Мне кажется, что-то будет. Мне еще очень всегда было интересно, что едят артисты. Я тоже артистка и актриса. И я часто тоже езжу на гастроли. Вот как вот именно наши эстрадные исполнители питаются на гастролях. Все, что продается на заправках, то едим. На заправках? А с собой? Ничего не берешь? В дороге. Да. Нет, на самом деле, ну все как обычно. У нас как такового, там знаете, капризного райдера нет. Скажи, пожалуйста, солили ли вы макароны? Да. Эй, 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 эй. Что, тоже вредительство? Так, и потом мы будем наверх засыпать. У нас очень все загустело. Мы еще добавим сливки. Я не знаю, что добавляю. У нас тут то густеет, то не густеет. Саш, какая любимая песня? Моя? Да, я люблю твое творчество. Из моих песен? Из моих? Да. Мне больше всего нравится, наверное, песня под названием «Я сюда еще вернусь», потому что я и заканчиваю концерт всегда. Самое главное для автора и артиста, который поет свои собственные песни, не врать самому себе. Это точно. Потому что это очень чувствуется. Знаешь, бывает такой момент, ты пишешь песню, и хочется сделать ее модной. И ты там слушаешь модную музычку, там что-то там туда-сюда подстраиваешься, и как-то получается, ну, неестественно. То есть, и ты не чувствуешь контакта. А когда ты делаешь так, как вот тебе надо, вот так вот, чтобы... Ну, как с АШНМ работает, да. И пусть песня ерунда ерундой будет, но зато в зале будет трешак полный. Для чего вам нужна будет фольга? Сейчас мы будем выкладывать такие на маленькие порции. Выкладывать первый слой у нас будет недоваренная лапша. То есть до полуготовности. Да, до полуготовности она выкладывается. Наверх мы выкладываем кусочек мяска. И уже сверху добавляем грибочки с лучком. Вот так вот все сворачиваем и в духовочку. Вот как твой супруг тебе помогает, да? Он себя на подхвате. Ну, на кухне ты раз добываешь, Кирилл? Ну, вот понятно, что ешь. На кухне обязательно. Ну, да, логично. Вот сейчас даст. Говорит, папа редко готовит. Редко готовит. Ну, потому что есть мама. Ну, в общем, если вдруг маме надо куда-то уехать, и у нас есть голодающий товарищ, то никакой проблемы нету приготовить. Да, я не переживаю в этом плане. Понятно, это не будет мега изыски, но это будет съедобно, и все будет хорошо. Так, Ксюша, не сдавайся тайны. То есть, понятно, что готовит, и, естественно, там, ну, научился достаточно, ну, уже в таком зрелом, можно сказать, возрасте. Ну, да, логично, как любая-то, как холостяцкая еда была. А петь когда? Петь когда-то научился петь. В детстве была музыкальная школа, это тогда я закончил по фортепьяно, вот, и как бы ничего не предвещало беды. Я поступил в РТИ, ну, вернее, в ГУИР, теперешний, тогда еще и РТИ, вот, и как бы все это, все шло к тому, что я был бы модной какой-нибудь айтишной специальности. У тебя, кстати, лицо подходящее. Так я ж в Альхар, все как положено, да? Вот. Ботаник? Это вот, это вот, заметь, не он сказал. Я предположила его мысли. Получилось, в общем, через общих знакомых, случайно, вот, я узнал, что вот ребята, тени толкает, тогда они только начинали все это, это был 99-й год, вернее, это был 2000-й год, вот, и что им нужен клавишник, ну, вот, приходи, попробуем. И поэтому вы четвертый в группе, да? Да, вот, я был четвертый, им нужен, потому что Пашка тогда играл на басу и периодически второй рукой пытался на клавишу нажимать одновременно. Вот и все, я пришел, мы попробовались. Я не знаю, подошел ли я им на самом деле, потому что я был не первый, кто пришел к ним попробовать. Да, у них выбора не было. А ты до сих пор сомневаешься, да? Ну, сейчас уже вроде, надеюсь, нет, за 20 лет. Сомнение есть, сомнение есть. Но тогда нам нужно было срочно, мы там попали в фестиваль молодых групп, и вот нужно было ехать, и, в общем, они уже поехали с тем, кем было, то есть со мной. Ну, и мы съездили, и как-то вот за эти там две недели и сыгрались, и сдружились, и, в общем-то, после этого все пошло и довело нас вот до 20 лет в этом году. Ай, круто! А вы нам показывали, что там есть помидор, помердофиль у вас в этом? Помидор. Помидор. Сеньор Помидор. Да, и сказали, что нам можно без песен даже его дать. Помидор можно? Я не знаю. А кто вам такой сказал, что без песен? Да, надо петь, да. Все мы люди творческие, мы подпитываемся друг у друга, и, естественно, и Кирилл, и все ребята из группы, они все слушали какую-то музыку, которая повлияла на их. У меня есть, допустим, любимые исполнители, которые меня подпитывают в плане творчества. Это группа «Сплин» и Александр Васильев. Я бы хотел спеть одну из их. Пожалуйста. И лампа не горит, и врут календари, и если ты давно хотела что-то мне сказать, то говорит любой обманчив звук страшнее тишина, когда в самый разгар веселья падает из рук бокал вина. И черный кабинет И ждет в стволе патрон Так тихо, что я слышу, Как идет на глубине Вагон метро На площади полки Темно в конце строки И в телефонной трубке Эти много лет спустя Одни гудки И где-то хлопнет дверь И дрогнут провода Сейчас жене привет Мы будем счастливы теперь И навсегда Света Привет Мы будем счастливы теперь И навсегда Саша, вы просто прекрасно заработали на черри и на огурчики Я знаю, что Свете и Кириллу тоже нужно заработать на лимон Правильно? Долларов На лимон долларов Каждому На лимон долларов Каждому, да Ну что, Ксюша, будешь своим рок-н-ролл? А давайте... О, а знаешь как Саша, а поможешь нам? Помогу Ксюшка, давай, мы с тобой станцуем Сейчас, пусть я орит Давай, и... Давай А свою фирменную сделайте Давай фирменную Давай фирменную Раз, два, три И поклон 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 Молодцы Спасибо Спасибо, Саша Супер Женщина из другой школы Более музыкальной, скажем Она сказала Да у тебя прекрасный тембр Тебе нужно петь Ты сильно ручек очень хорошая Иди, пожалуйста, в артиста Я подумал, господи Мне бы махать лопатой или петь? Я так взвесил, да Ну, наверное, петь лучше будет И я не поступил в институт культуры наш Не поступил? Да, конечно, не поступил Мне не хватало теоретической базы И плюс очень большой конкурс И я поехал в Гродненский колледж искусств И смотри, как судьба ломанула у меня быстренько Через месяц я иду учиться, естественно, 1 сентября Еще через полтора месяца приезжает Татьяна Космачева, Олег Елисеенков И отбирает меня на конкурс «Зорная ростань» В котором я становлюсь лауреатом Который судит и дирижирует маэстро Михаил Финберг И то есть практически через 4-5 месяцев Я был приглашен в самый лучший коллектив нашей страны Национальный концертный оркестр к Михаилу Финбергу Вот так вот, ребята Аплодисменты Так что если у вас какая-то неудача где-то подстерегает Ребята, это еще не означает то, что это крах Это означает то, что новые горизонты перед вами открываются Я подписываюсь под каждым словом Саши Друзья, мне кажется, уже там что-то кипит Да, я думаю, что уже время Надеюсь, время пришло У нас как раз салат есть Доставайте Давай я лучше следую Давай, но горячее О! Ребята, вы слышите, пожалуйста Отсюда красиво и ярко, это блестит Не все то вкусно, что блестит Может быть А посмотрим Ну посмотрим Наш шеф-повар обязательно это Погласим Осталось совсем немного И шеф-повар скоро придет Можно мы смоемся подальше? Убежим Зато красиво Всем известно, что в словосочетании Романтический ужин для женщины Главное слово романтический Ну а для мужчины, конечно же, ужин Мы сейчас позовем еще одного мужчину Который продегустирует наши блюда Итак, Артем, выходи Нам нужна только правда Ты помнишь об этом Добрый день Как у вас дела? Мы руки молились Надеюсь Мы руки молились Кстати, за чистоту рабочего места Ну, вы молодцы Это вы причем правильно отметили Потому что у меня на кухне ресторана Всегда порядок И, соответственно, я всегда уделяю внимание тому Чтобы мои повара всегда с собой убирали И чтобы у них были чистые рабочие места Ну как, задания справились? Я думаю, что да Нам не терпится, пока все еще не остыло Попробовать? Артем, давай Можно мы представим, да? Давайте Но по поводу сервировочки Да, ну это такой белорусский комбайнерский вариант Потому что обед комбайнера, комбайнера, нельзя как правильно сказать Здесь все находится в одном, скажем так, в одной локации Называется ЧЗЧ Расшифровывается черт знает что Вот так Поэтому пробуйте Макароны приготовлены не очень хорошо Макароны приготовлены Так Так Зачем вы в соус добавили сырую муку? А какую надо было добавлять? Теперь вам бесплатный мастер-класс Так От Артема Ракетского Для этого вам надо разогреть либо сковородку, либо сотейник Так Нарезать так же прекрасно грибочки, как вы это сделали Хоть что-то Обжарить желательно на сливочном масле Ну можно воспользоваться растительным Здесь не имеет такого особо сильного значения, да Слегка прижарить и сразу же добавить соль Выпустить из грибов влагу Это самое ценное в соусе, да Это грибная влага, грибная жидкость Которая поможет вашему соусу быть намного вкуснее и насыщеннее Потом, соответственно, вы вводите сливки, кипятите Никакой муки, ничего Достаточно сливок Но если вы используете меньшей жирности сливки, да То, соответственно, муку лучше прижарить чуть-чуть То этот яркий, такой не совсем уместный мучной аромат и запах, и вкус, да Он просто рассеется, и вы можете спокойно затягивать мукой свой соус Лапша с говядиной и грибным соусом Говядина 300 граммов Лапша 300 граммов Шампиньоны 200 граммов Фасоль спаржевая 200 граммов Сливки 200 граммов Мука 1 столовая ложка Говядину нарезать крупным кубиком и запечатать на раскаленной сковороде Отварить лапшу Обжарить спаржевую фасоль Шампиньоны измельчить и обжарить Влить сливки Добавить муку для загустения соуса Здесь у вас салат? Да, салат Безучий суперекрасный, вообще молодец Спасибо И обыграла своего папу, это 100% Это 100% Не, ну обыграла в хорошем случае Это первый случай, когда ребенку стыдно за папу Салат от Анны Капуста пекинская 300 граммов Томат черри 200 граммов Огурец 2 штуки Масло растительное Специи Соль Нашинковать капусту Измельчить томаты и огурцы Заправить салат маслом И добавить специи и соль Так, это вот салат, да, у вас? Да, 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 это салатик Ксюша у нас придумала название Это у нас карбюратор Карбюратор У меня дочь тоже Ксения зовут Это замечательное имя Салат тоже сделал, правильно, Ксюша Ну, она туда участвовала Да Очень яркий вкус Это значит, что хорошо, Ксюха Да Очень яркий вкус, ты молодец, что постаралась У меня тоже дети всегда присутствуют на кухне Готовят вместе, всей семьей Это, наверное, самые невероятные моменты Когда у меня возникает совсем немного свободного времени Да, и когда мы готовимся в семье, это просто чудесно Ну, это же еще и работа дома получается Салат от Ксюши Капуста пекинская 300 граммов Кукуруза консервированная 200 граммов Лук зеленый, спаржевая фасоль 200 граммов Спаржевую фасоль отварить и залить холодной водой Смешать измельченную капусту, кукурузу, фасоль и зеленый лук Заправить салат растительным маслом А здесь у вас запеченные какие-то, да, макароны? Да Интересная штука Поварили макароны Красота Не очень долго, не до полной готовности Обжарили отдельно грибы с луком И потом это все по очереди выкладывали Со специями Подготовленные ребята Вот, и с оливковым маслом Макароны очень удачно получились Прям-прям очень удачно Конечно, мясо немножко суховатое Ему, наверное, просто не хватило времени Времени может помариноваться Да, то есть, но сам вариант запеченных макарон, да, это, на самом деле, очень интересная история И они у вас получились очень сочными, мягкими И очень интересными За славу тебя отдельно Спасибо То есть, потом не говори мне, что я плохо готовлю Мне повар сказал, что я хорошо Вы и дали индульгенцию теперь, получается, да, каждый раз дома Что-то так вот вспомни Запеченная говядина с лапшой и грибами Говядина 400 граммов Киви 2 штуки Шампиньоны 200 граммов Лапша 200 граммов Лук 1 штука Говядину нарезать кусочками толщиной полсантиметра Замариновать ее в измельченном киви и специях на 7 минут Шампиньоны измельчить и обжарить Отдельно обжарить лук Лапшу отварить до полуготовности В фольгу порционно выложить Лапшу, говядину, грибы, лук Отправить в духовой шкаф при 180 градусах на 25 минут Друзья, если вы готовите на своей кухне, значит, у вас нет интернета Или вы просто готовите по нашим рецептам Итак, забирайте наши звездные рецепты Включайте «Беларусь-1» через неделю И ни в коем случае не добавляйте сырую муку в грибную соус Это ни в коем случае И все, конечно же, за стол Давайте пробовать друг другое блюдо А сейчас правда Правда, правда Наешь Правда от Саши А что, из лягушек, что ли? Из лягушек? На самом деле, любое блюдо и приготовлением блюд должен заниматься профессионал Это как в музыке, как в сведении, как в аранжировке Вкусы должны дополнять друг друга И ни в коем случае не пересекаться таким образом, чтобы был диссонанс Я думаю, что, по крайней мере, разложив все по разным полюсам в нашей тарелке Человек, который будет это есть, он сам выберет Что ему больше понравится, что поменьше Это можно оставить Поэтому это у нас такое попури Редактор субтитров А.Семкин